МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Клён, да не тот". -"Юмута-24 съёмочная группа. У вас там заросли давно за домом? -"Давно". Лес, который совсем не радует жителей посёлка. Дерево сорняк захватывает участок в Нижнем Актоме, а жители просят помочь. Школьница-рекордсменка Альвитевская выпускница стала единственной в Татарстане трёхсот больницей по ЕГЭ. Бригады ушли, ямы остались. -"Реагировать нужно более оперативно". Жители жалуются на дороги, которые не восстановили после аварийных раскопок. Вот как выглядят неподдельное счастье и восторг. -"Десанта!" -"Кочему рады дети в детском доме Лаишева? И какое отношение к этому имеют альвитевские предприниматели?" Это новости Юго-Востока. Здравствуйте. Студия Елена Золотарёва. Почти 500 горожан обратились за помощью к медикам после укуса клеща. Всего по республике зафиксировали более 5000 случаев укусов. Отправили на исследование в лаборатории порядка 2200 насекомых. 406 клещей оказались переносчиками боррелиоза, 3 клещевого энцефалита. За жилым домом в Нижней Мактаме появился лес. Жители посёлка пожаловались на заросли американского клёна и травы. Они появились позади 4-го дома на улице Полевой. Растительность достигла такой высоты и густоты, что в них можно легко потерять из виду взрослого человека. Причём заросли стремительно разрастаются. Сюжет Елены Бауэль. Чтобы попасть в лес, жителям Нижней Мактамы не нужно далеко ездить и даже ходить. Эти заросли образовались позади 4-го дома на улице Полевой. Со стороны кажется, строение будто утопает в зелени. Похожая картина и возле 6-го дома на Полевой улице. На разросшийся американский клён и траву пожаловались жители посёлка. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Зарастает клёном территория в Нижней Мактаме сзади дома Полевая 6 возле детской площадки. Жители этих домов оказались неразговорчивыми. Общаться на камеру не захотели. Но подтвердили, что ответственные службы здесь не видели не один месяц. ЮВТ-24 съёмочная группа. У вас там заросли давно за домом? Да, давно. Мы связались с управляющей компанией ЖУ-11, к которой относятся эти адреса. Обслуживающие организации пообещали, что на следующей неделе местный лес в Нижней Мактаме исчезнет. Елена Бауэр, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Почти полкилограмма наркотиков альметьевские и полисейские изъяли у трёх молодых людей в ходе обыска. Эту новость впервые мы рассказали в начале года. Тогда обвиняемые в распространении наркотиков предстали перед судом. И спустя ещё полгода они услышали приговор. За 600 километров от дома из саратовского Маркса мужчин привело в альметьевское желание быстро решить денежные проблемы. Позади все стадии разбирательств. Спустя полтора года с момента задержания подсудимые готовятся услышать приговор. В середине января мужчинам зачитали обвинительное заключение. Помощнику прокурора понадобилось больше получаса, чтобы дочитать его до конца. История началась в 2022-м примерно под Новый год. Как сказано в материалах дела из Маркса, что в Саратовской области трое будущих подсудимых приехали, чтобы подзаработать. Такую мотивацию озвучивает едва ли не каждый фигурант уголовного дела, которому обменяется вину сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Оперативники наркоконтроля, проводя обыск в съемной квартире Саратовской троицы, обнаружили вещество общей массой 450 граммов. Позже экспертиза установит, что это нефедрон. И в пересчете на деньги примерно 2 миллиона 200 тысяч рублей. В перечне инвентаря весы, разноцветная изолента, респираторы, перчатки. Что в итоге обернулось для теперь уже подсудимых обвинениями в совершении 35 эпизодов преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса. Части пункта образуют тяжкие и особо тяжкие преступления. Выслушав подсудимых, суд удалился в совещательную комнату. Вмененные в вину статьи, например, одной из самых часто встречающихся в материалах сочетания, статья 228.1, часть 3, пункты А и Б, грозили мужчинам 15 годами лишения свободы, а четвертая часть того же параграфа 20 годами. В итоге они получили 11, 12 и 13 лет строгого режима в местах не столь отдаленных. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. 4,5 миллиона рублей было собрано инициативной группой из Альметьевска. В этой группе предприниматели, общественники, они бросили кличи и за три месяца им удалось набрать эту сумму. Деньги направили на строительство бани в детском доме в Лаишево и на покупку мебели в Менделинском доме престарелых. Это стало настоящим сюрпризом для проживающих. Реакция детей детского дома Лаишева на новую баню говорит сама за себя. Такая масштабная реконструкция стала возможной благодаря сбору средств инициативной группы из Альметьевска. Раньше топили дровами, в помещении стоял дым. Теперь все изменилось. Новый банный комплекс имеет комнату отдыха, моечное отделение с душем, парную, санузел и прачечную, в которую закупили новые стиральные машины. Детям, детям до последнего не показывали, что происходило. То есть отреставрировали полностью баню и закрыли. И в день открытия только они увидели, что там на самом деле. И можно по глазам увидеть эти живые эмоции детей. Это такой, ну, прям яркий контраст. То есть они привыкли всю жизнь ходить вот в такую баню. И когда открывают и видят что-то другое, там вот такие глаза, и это прям, это я считаю, дорогого стоит. А такой баня была до. Постройка 50-х годов обветшала, трубы прогнили. Также были проблемы с потолком, электрикой и стиральными машинами. Огромное спасибо вам за желание помочь детям. И вообще же за то, что у вас такое желание помочь не только детям. И там по проекту я знаю и пожилым людям. Вам, где границы нет у вас добра. Огромное вам спасибо. Мне было очень приятно работать. И я готова работать и дальше с вами. В честь открытия дети подготовили концерт для благотворителей. Но это не единственный объект группы. В Мензелинском доме престарелых разваливалась мебель. Молодцы ребята, да? Молодцы, молодцы. Общественники полностью ее заменили. В доме, который работает уже 35 лет, проживает около 60 пожилых. Радовались, ждали с нетерпением, когда же появится, допустим, человек сидит и ждет, когда же в его комнате появится тумбочка или кровать или еще что-то. Это читалось по глазам. И это, конечно же, приятно, когда ты делаешь что-то и приятное, и полезное. Изначально был объявлен сбор в 2 миллиона рублей. Уже в процессе выяснилось, что требуется в два раза больше. В доме престарелых понадобился косметический ремонт, а в бане детского дома Лаишева капитальная замена электрики, водопровода, а также входной группы и стиральных машин. Все стало возможным благодаря неравнодушным жителям нашей страны. Помощь приходила не только из Татарстана, но и из других регионов России. Если жизнь в одиночку, то уже давно на кусочки разболилась твои, наверное, земля. Маргарита Трегубенко, Ильинур Залятов, Новости Юго-Востока. Альвесевская школьница впервые за три года побила рекорд республики по ЕГЭ. Она стала единственной трехсотбальницей и набрала максимальное количество баллов по итогам трех экзаменов по русскому, английскому языкам и по литературе. Анастасия Князева, выпускница школы номер 20. Ее результат оказался лучшим по Татарстану. 18 выпускников татарстанских школ смогли также набрать максимальный балл по двум предметам. Это еще не все. Продолжим после короткого перерыва. И вот о чем расскажем далее. Бригады ушли, ямы остались. Жители жалуются на дороги, которые не восстановили после аварийных раскопок. Сплеск смертности на дорогах республики, с чем его связывают эксперты, что показал анализ аварийности в Альметьевске. По какой причине чаще гибнут на дорогах? Ответ на этот вопрос знают стражи дорожного порядка. В городах это могут быть трагические случаи наездов на загородных трассах, столкновения автомобилей после выезда на встречную полосу. За последние три месяца автоинспекторы зафиксировали всплеск смертности на дорогах республики. В прошлом году Альметьевск попал в антирейтинг. В этом пока печальная статистика обходит его стороной. Всего по региону в авариях погибли 140 человек. Это почти на 40 больше, чем в прошлом году. Тревожная тенденция наметилась на дорогах республики в этом году. Несмотря на то, что общее число нарушений аварий пострадавших снижается последние 10 лет, число погибших в этом году резко увеличилось. Только за прошедшую неделю в Татарстане погибло 16 человек. 10 из них в столкновениях после выезда на встречку. В Оксубаевском районе половина от общего числа сразу в одном ДТП. В результате ДТП в этих двух автомобилях скончались все 5 человек. Водители и двое пассажиров ВАЗ-27-15 не были пристегнуты ремнями безопасности. Трагедии не обошли и Альметьевск. С начала года в авариях погибло трое. Пешеход-нарушитель и двое пассажиров. Все случаи пришлись на самые распространенные виды смертельных ДТП. Пассажиры легковушек скончались из-за столкновений. В результате ДТП пассажира автомашины ВАЗ-2704 1940 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai Solaris 1955 года рождения с полученной травмой была доставлена в медицинское учреждение города Альметьевск, где 12 марта 2024 года в 20 часов 20 минут скончалась в реанименционном отделении. В первом случае виновником ДТП был водитель «Жигулей», во втором – водитель «Шкоды», который въехал в корейца. Всего же с начала года на дорогах республики погибло 140 человек, что на 38 случаев больше, чем в прошлом году. И если в Альметьевске смерти пришлись на первую четверть года, то в других районах Татарстана резонансные происшествия случились с конца весны и до настоящего времени. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. В Альметьевске жители жалуются на дороги, которые не восстановили после коммунальных раскопок. Есть обращения как из городских окраин, так и из центральных районов. Тимур Туманов проехал по Андресам. Реагировать нужно более оперативно. Под критику руководства района попали представители служб и ведомств, которые игнорируют обращения жителей. Замечания были и к работе аварийных служб тепловых сетей и водоканала. Не везде после ремонта коммуникаций на месте раскопок появился асфальт. Одна из показательных жалоб – сообщения от жильцов в центральной части города. Добрый день! Второй год после ремонта труб такая картина во дворе на проезжей части Маяковского, 58. На просьбы положить асфальт – полный игнор. Ямы образуются, приедут и докладывают щебенку. С начала строительного сезона, а в этом году и за ранее весны он стартовал примерно на месяц раньше, только на портале Народный контроль собралось 13 тематических публикаций от горожан и жителей пригорода. И почти все они обращены к водоканалу. По трем адресам дан ответ, что ремонт запланирован. Возле 13 дома на улице Радищева – участок на велодорожке. Народные контролеры обратили на него внимание 10 мая, а ответственное ведомство обязалось выполнить работы до конца июля. До того же времени придется ждать и жителям первого поселка. Возле 153 дома на улице Советской тротуар приведут в порядок только после работ на почве. И до 30 июля на той же улице в районе частного сектора, без оговорок, организация обещает восстановление асфальта. Еще горожане обращали внимание городских властей на работы в зеленой зоне, а не только на асфальте, и не только в городе, но и в его окрестностях, и на общественные пространства. Например, пешеходная дорожка в парке Шамсинур вызывает вопросы. Все эти жалобы имеют либо статус «решено», либо «в работе». Городские власти дали поручение ответственным приступить к работе, как только придет финансирование. Тимур Туманов, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. В эти выходные в Альметьевске отметят День молодежи. Праздник пройдет на двух площадках. У спорткомплексами раз с 8 утра альметьевцы смогут посмотреть автовыставку. В 12 часов начнется молодежный маркет, а в 14 часов открытый микрофон. Площадка Центра развития хоккея «Нефтяник» тоже ждет гостей к 8 утра. В это время там начнется турнир по лазертагу, в 10 часов начнется Кубок Республики по ралли. С 14 часов будут работать творческие мастер-классы, а танцоры устроят хип-хоп и стрит-данс-баттл. В вечерней программе парад молодоженов, выступления групп Камертон, Джамбери и Ильната Фархулина. И в блоке новостей Юго-Востока расскажем об уникальном эксперименте по возрождению краснокнижных соколов-балабанов. Он стартовал в заказнике Четтертау. На его территории на волю выпустили 10 особей. Это редчайший вид, он занесен в Красную книгу. Кстати, является символом Ознакаевского района. Разводят уникальных птиц в Неболе, в питомнике Халзан, которые находятся на Урале. Уникальный краснокнижный вид соколов-балабанов. Последний раз эту птицу в Ознакаевском районе видели около 60 лет назад. Поэтому возвращение редчайшей птицы в естественную среду действительно уникальное событие. Процесс ее сохранения и разведения очень затратный и сложный. Занимаются им единицы. Этих соколов привезли из Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц Халзан, который находится на Урале. Сокол-балабанов – это самое быстрое, самое выносливое, самое знаковое существо нашей степи. Когда-то даже считалось, а у рабов до сих пор считается, что сердце сокола, сердце степи, сердце ветра, сердце солнца и сердце сокольника бьются в унисон. И пропажа сокола сбила этот ритм. И вот сегодня мы с вами возвращаем эту птицу в наш регион. Возвращение краснокнижной птицы на историческую родину стало возможным благодаря энергии добра конкурсу благотворительного фонда компании «Татнефть». Программа по восстановлению сокола-балабана на востоке республики Татарстана выполнена на деньги по «Татнефть». Это был выигран грант, целевой грант именно на эту работу. Соответственно, у нас по идее получается два спонсора, замечательных спонсора. Это по «Татнефть», давший серьезные деньги на серьезную работу и Госкомитет по биоресурсам, предоставивший территорию, людей и, собственно, работу. И, ну, понимаете, любое серьезное дело, производство балабана, штучное производство, это редкий сокол, тяжело разводимый. И деньги будут потрачены не зря. Сокол вернется к нам. Место выпуска выбрано не случайно. Кроме того, что раньше здесь уже жили эти удивительные птицы, тут же сохранились и отличные для них условия. Большой шанс, что этот эксперимент окажется удачным. «У нас на гербе Ознакаева изображен сокол баловом. И мы искаем так, воплощаем вот эту историческую дату возвращения его сюда в дикую природу, которая будет у нас... Ну, будем надеяться, что все-таки они у нас здесь задержатся на дальнейшее и, может быть, и даже останутся потом на дальнейшем нагнездовании». Всего в заповеднике было выпущено 10 особей соколов-балабанов. Хоть и вывели их в неволе, они специально подготовлены к жизням в естественных условиях. И эта работа будет продолжаться. За птицами будут наблюдать. Символ Ознакаевского района вернулся на свою родину. Алла Фахразеева, Рамиль Исламов, Лилия Валеева. Специально для ЮВТ-24. И расскажем, какой будет погода в Альметьевске и в других городах Юго-Востока в ближайшие сутки. Четверг, 27 июня, в Альметьевске будет облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21, ночью плюс 11. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра тутного столба. В Азнакаево, Бавлах, Бугульмей, Заинске и Лениногорске сохранится дождливая погода. Температура воздуха днем плюс 20-21 градус, ночью 10-11. Ветер западный и юго-западный до 7 метров в секунду. Если не успели, посмотрите выпуск сначала. Заходите на наш сайт или на ютуб-канал. Там запись угрожается сразу после выхода в эфир. Пишите в комментариях пожелания, вопросы. Для нас важна обратная связь. Также подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы есть везде. На этом прощаюсь с вами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин